Всем привет, с вами Слава Игрушкин и сегодня мы откроем мою ровесницу Barbie Happy Birthday 1990 года. Это год моего рождения и однажды я подумал, что было бы интересно получить Happy Birthday Barbie именно того года, когда я родился, потому что Barbie очень давно существует и в тот год такая Barbie уже была. Причем была очень даже интересная, потому что эта кукла в себе просто воплощает все тех лет и праздничность и костюмы, люрекс. И давайте начнем с коробочки. Видно, что она пожелтела, она потрескалась во многих местах и как я замечаю, это в принципе у этих кукол обычное дело. И тем лучше, потому что мне не жалко будет ее распаковать. Вот здесь на заднике такая кукла, полный рост и всякая продукция тоже с этой куклой. Barbie, тарелочки, стаканчики, какие-то открытки, посуда, на голову украшения или что это, в общем все, что можно. Посмотрите на все эти, короче, товары из бумаги, купите, короче. Кстати, написано, включает коллекционную, коллекторскую, коллекционерную подставку, хотя эта кукла как бы игровая. Но, видимо, коллекционной считалась такой ценник, не знаю какого года сам ценник. Но он говорит, что она стоила 26,95, а потом 24,82. В общем, да, на самом блистере есть такие праздничные конфетти, серпантин и шарики. И давайте попробуем открыть, как-то так свободно она вытаскивается, и вуаля. Не знаю, мы их неправильно раскрываем, потому что здесь вверху и вот так можно достать. А нет, нельзя. Так, прям такая коробочка, в ней ничего нет. Happy birthday, baby doll, Mattel. Я хочу убрать полностью блистер, потому что он действительно уже плохо выглядит. Опа, зашуршало. Вот так он выглядит отдельно. У нас крепится юбочка. Ой, здесь она крепится, смотрите, за такие вырезанные прям участки. Ох ты, в коробочке что-то есть. Сделано в Малайзии, а подставка в Китай. Штучки для вечеринки продаются отдельно, в смысле вся эта посуда. Конфетти, серпантин и что-то еще не включены. А вот включены кукла, костюм, сэш. Что такое сэш, узнаем. Подставка и расчесочка, конечно же. Куда без нее поставим куколку на фон. У нас вывалился вот такой шмат бумаги. Я представляю, знаете, когда это действительно открывала какая-нибудь девочка. Свой праздник, окруженная всякими ништяками. Вот этот момент, в детстве. О, кукольные серьги снимаются. Что на самом деле не так привычно для Барби 90-х. Короче, детям с 3-х лет. И на разных языках. Но при этом, посмотрите, как красиво написано это предупреждение. Дальше у нас... А, я хочу подписаться и получать журнал Барби 4 раза в год. Какая-то подписка на журнал. И подставка с розовыми перламутрами туфельками. И расчески. Такой непривычный для Барби 90-х. Наверное, потому что это ближе к 10-м. И Happy Birthday Barbi подставка с подписью. Тоже такая перламутровая. Туфельки, расческа. На расческе. Малайзия. Так, расческа из Малайзии. Кстати, туфли. У них тоже раньше писали, где произведено. Ну и подставка Китай. Вот более годная картинка без желтизны и шва блистера. Тут кукла прям вся стоит. Пышная. Подарите ей особую вечеринку на день рождения. Которую она навсегда запомнит. А, кстати, я не прочитал. На блистере написано было. Превосходный подарок на день рождения. Для особенной девочки. Так мило. Ноги у нее в картонке. Удивляет такая разборность коробки. Знаете, все куда-то, куда-то вставляется. Ничего, нигде не крепится. Проволоки. О, та же голова на проволоке. За счет чего она там на проволоке. А я помню, у моей кролика также было. Далее. Все, по-моему, на проволоке. Слушайте, здесь нет ничего прибитого еще. И волосы, правда, видимо, нет, не пришиты. Фух. Просто закреплены вот такими полосками. Голова тоже. Просто берется пучок волос и крепится проволокой. Ух, куколка, ты ждала. Непозволительно сказать, сколько лет. Потому что столько лет мне сейчас в любом случае. Пышные, длинные, мягкие волосы. Вот эти вот просто невесомые. Та-дам. Сзади, на самом деле, это все. Это вот очень прижато было. Юбка очень пышная. Но немножко нужно с ней, наверное, поработать. Хотя это всего, конечно, не видно. Но хочу сказать, что вообще не пожалели, конечно. Да, весь кадр в юбке. И это круто. То есть она может быть пышной. То есть я, наверное, на какой-нибудь подъюбник ей приделаю. И она действительно может быть вот такой. Со всех сторон. Не как холидейки, знаете, вот так расплющат платья. И типа пышная. А потом раз, и трубочка. Нет, реально пышная юбка. Снизу ткань. Такая, знаете, плащевка-плащевка. А сверху прозрачная сеточка. И как раз сердечки, серпантин, конфетти. А, это юбка. Это отдельная юбка. Давайте тогда начнем смотреть с нее. На пластмассовой застежке. Так, у нее здесь какая-то... А, в самом начале такая сеточка. Типа держать форму. Ну, маловато, конечно. Это вот две такие сеточки для формы. Поясок. Из юбки самой. Лента. Значит, такая лента выпускника. Прямо, или мисс мира. Но здесь написано. Happy birthday. Закреплено нитками, лентами, бантиком. Сеточки такой. А сама лента белая. Но у нее еще подклад такой блестящий. Как перламутр. Но такой, знаете, темный какой-то перламутр. Серо-фиолетовый. А, немножко краешек не обработан. И интересный момент. Потому что вот здесь резинка. За столько лет она могла рассохнуться. Но вроде держится. И здесь тоже. Знаете, вот такие моменты у Берсика. Я тоже видел. Все это может осыпаться. И вся вот эта складка нарушится. И будет уже не так эффектно. Но рукава. Рукавам придать форму сложно. Они очень объемные. И вот надо как-то их убедительно уложить. Потому что в рекламе-то и на фоточке. Все у них очень круто. Но рукава, вы понимаете. Они уже огромные. Они просто непомерные. Это, знаете, просто гротеск всей той моды. Это самый пик. Просто вот. На самом деле это очень-очень круто. Огромная юбка. Огромные рукава. В смысле это круто по стилю. Это круто. Потому что это отображает дух эпохи. Наконец. У нас здесь топ на липучке. Снизу него тонкая такая сеточка. Сложенная. Идет по всей длине. Сам он тоже покрыт сеткой. Ткань, наверное, внутри. Да, такая же как юбка, а сверху сеточка. Но это липучка. Я думал, может тут тоже кнопки, но юбки хватило. Попробуем снять. Что вы же не знаете, может как тело Барби выглядит старое. Вот так она выглядит. Поворот. Щелчок. Раз, два. Ой, свежая Барби. Только из коробки. Слушайте, я сейчас только понял, что я Барби 90-х. Прям из коробки впервые достаю. Вот, ручки у нее сложены. Кстати, вот вы замечали, что у нее одна рука прямо, одна чуть-чуть в сторону. Они не одинаковые. Тело нам знакомое. Если вы смотрите Берсика. О, кстати, у нее талия с ограничителем. Без трусиков, к слову, да. Она такая. Здесь колечко такое. Серебрушка. С выемкой. Граненые, чтобы казалось, что колечко. Такие же, кстати, точно серьги. Обычно какие-то другие. И проверим. Ремувабл, ремувабл. Ничего не вытаскиваются, как обычно. У этой куклы интересная челка. Она такая короткая. И в сторону так пышно. Знаете, обычно так завивается челка у кукол. А у этой прям так вшух в сторону. Наверное, все-таки это дух времени. Вы видите люрекс. А вот здесь у нее пробор. Голоса собран резиночкой. Она очень твердая. Она окаменела. Слиплась. А вот здесь на тканевой резинке еще. Тоже бантик. Сердечко одно. Слестящее. Такое тоже бензиновая пленка называется. Перелив. У меня это так называется. И весь уличный серпантинчик. Такой. Знаете, вот это настолько по-детски. Настолько празднично при этом. В волосах люрекс. По-моему, он только по пробору. Да. Ах, какая богатая прошивка. Рядочек за рядочком. Просто космос. Очень много волос. Нигде, нигде не упустили. Тут потолкнуться негде. Расчетки под рукой у меня нет. Давайте попробуем делать это родными средствами. Как-то же это должны были делать девочки в 90-м году. В общем, у меня день рождения в ноябре. Поэтому вы не думайте. Мне только в конце этого года будет столько лет, сколько вы отняли от 2019-го. Или в каком году вы это смотрите? Не так все плохо. С расческами. Видите, я стараюсь не драть. Если расческа останавливается, я не продолжаю драть. Все. Через кончики. Нормальная длина до пояса была. А не какая-нибудь там по плечи, как сейчас. Ну и рассмотрим макияж. Два слоя теней. Фиолетовые более светлые, более темные. Ресницы только сверху. Пять штучек. Интересно, что с краю глаза тоже ничего не рисуется. Не выходит никакая ресничка наружу. И снизу вообще нет ресниц. Синие ресницы, синяя подводка, как обычно. Синие глазки. Синий зрачок. И в зрачках только маленький блик полумесяцем розовый яркий. И лавандовый светло-фиолетовый прямоугольный блик. Розовая помада. Такая яркая, не нежная. И румяна. Хорошие. Растушеванные румяна. Но на этой щеке, кстати, побольше. Ведь все куклы, которых я заказывал в 90-х и 80-х Барби, действительно шли. А, нет, подождите. Я же вас вру. Я же распаковывал кролика. И я распаковывал сенатору. Но сенатора у меня больше нет. Ну, думаю, получить такую куклу в день рождения. А в 90-м году это было действительно так, как это показывали в рекламе этой куклы. В России, девочки, на день рождения подарили такую куклу. Это просто сказка. Это мечта. Это фантастика. Но ей очень не хватает настоящего подъюбника с 10 слоями. У меня есть материал. Я сделаю. Чтобы было все как на картинке. Потому что он может быть пышным. Вот, знаете, всегда такое предостережение, что юбка недостаточно пышная. Вот это самая пышная юбка, которая только может быть у куклы. У меня, кстати, есть немного запах такой, знаете, сарая старых вещей. Очень-очень есть, знаете. Я вот сейчас нюхаю. Представляю, прям стайка у бабушки. Напротив дома. Дерево. Подвал. Старые вещи. Один подъюбник в кадре. Я хотел сказать вам просто, что юбка, ну, она даже не может солнышком встать сейчас, да. Она не такая пышная, чтобы прям полный круг сделать. А вот он в складку. И он превосходит возможности подъюбника, скажем так. Хотя это все юбка. Давайте все-таки куклу покажем. Встанем на подставку. Нюанс, что у нас куколка, в общем-то, не достает до пола. Но с такой юбкой, типа, можно. Что я могу сказать. У этой куклы действительно милое лицо. Она такая, знаете, Барби. Прям Барби. В розовом. С огромными рукавами. В огромной юбке. Улыбается. Эти глазки. Голубые, синие. Люрекс. Это челка. Прям вот знаете. Челка, она прям сильно всему этому придает намек. Какого все-таки года кукла. Что есть в ней, знаете, такая дерзкая вот эта челка. Как-то даже на фотке. Это вот так незаметно. Она как-то так вверх вот так завивается. Надеюсь, это, видимо, вам понравилось. Было информативным. Я писал подробности этой куклы. Мое впечатление, это, конечно, восторг. Потому что мне эту куклу подарили все-таки. Я не купил ее себе сам. Мне кажется, в ней и должна быть вот эта прелесть. От того, что ее дарят. От того, что это чей-то подарок. Чей-то знак внимания. Это невымученная такая хотелка. Что ты ставишь ее на полку и требуешь от нее просто, чтобы на тебя радовало за все эти деньги. Нет, это подарок. Это сваливается на тебя. Ох, как рукава-то встали. Классно. Это именно то дополнение, которое должно идти с ней в комплекте. В комплекте расческа, подставочка в комплекте. И чувство радости от подарка тоже должно быть с ней. Я дождался. Это случилось. Ее подарили. Спасибо Татьяне за этот внезапный подарок. И спасибо всем, кто мне что-либо дарит в это время и поддерживает меня. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Вы большие молодцы. Я говорю вам пока-пока.